Здравствуйте, скажите, пожалуйста, как мне поступить? Скажите, я православный, с которой женщина хочет сойтись, она мусульманка, не хочет, она, конечно, веру принять в нее. Как мне поступить? Ну, вопрос, конечно, непростой, потому что, ну, вера, это, наверное, какой-то элемент духовной жизни. И если вы хотите жить вместе с человеком, вероятнее всего, ну, не только религиозные какие-то убеждения, есть и чувства, и, вероятнее всего, есть любовь, к которой вы друг к другу стремитесь. И в этом отношении, ну, прежде чем, наверное, соединиться с вами узами совместной брачной жизни, имело бы смысл и решить этот вопрос религиозного содержания. Почему? Потому что религия – это, в первую очередь, мировоззрение. Это отношение к жизни, отношение к внутренней жизни человека. Естественно, что супружеский союз, он предполагает рождение детей, а тогда какими будут дети? И, в принципе, если есть любовь и желание быть вместе, то я думаю, что, наверное, это важнее религиозного чувства, потому что и Бог есть любовь. И я думаю, что если есть любовь, то в любом случае вы найдете мудрое и правильное решение в своем религиозном выборе, как вам себя вести. Хотя при этом, при всем нужно сказать, что, по крайней мере, в исламе существует такая традиция, что правоверный мусульманин, он может взять себе в супруги и на верку. И предполагается, ну, исходя из тех традиций, которые существуют в исламе, взаимоотношений между мужем и женой, супруга, естественно, значит, она принимает веру своего мужа, своего главы. Женщина же мусульманка, она не всегда, ее могут даже родители разрешить выйти замуж за иноверца. Правда, мы говорим о неких традициях, которые существуют в народной культуре. Мы живем в такой период времени, когда эти традиции не всегда соблюдаются, и они находятся в таком состоянии трансформации. Так что вопрос действительно непростой, но я думаю, что если есть любовь, то ей, наверное, стоит предпочесть с религиозными убеждениями. Если есть лат и любовь, то тогда, я думаю, что вы сумеете разобраться и найти общий язык. Ну и все-таки совет батюшки – это не призыв к действию и руководству действия, да или нет, это все-таки некие мысли для размышления, а принимать решение уже конкретному человеку.